Привет, спортсмен! Согласитесь, что спорт обычно ассоциируется с чем-то очень активным, типа бега, прыжков или плавания. Но мы расскажем вам об абсолютно уникальном явлении — киберспорте. Я уверена, что каждый из вас хоть раз играл в компьютерные игры. В эпоху развивающегося искусственного интеллекта киберспорт не является чем-то новым. Тем не менее, отрасль развивается с каждым годом все сильнее и сильнее. И сегодня мы вам о ней расскажем. Навыки в киберспорте не так необходимы для начала. Скорее, стремление, желание, огромное количество времени, если уж мы говорим именно про киберспорт. Для новичков я бы точно не избирал боевую арену, то есть Dota или Лига Легенд. Очень, мне кажется, подходят Counter-Strike или подобные шутеры. Потому что, в принципе, для начала всем довольно-таки понятно на ВСД бегать, левая кнопка мыши стрелять, правая кнопка мыши приселиться. Закупился, пострелял. Мне кажется, для новичков шутеры больше всего подходят. Люди, которые умеют анализировать свою игру, свои действия, они придут к успеху очень быстро. Смотри, мы зашли, получается, в игру Броу Хава. Я выбрал тебе файтинг. Это такой же легенький для новичков режим. Здесь суть выбить противника из платформы. Давай я тебе покажу обучение небольшое. В этой игре нам понадобится только клавиатура. Она здесь выступает как джойстик. Бегаем мы на стрелочке. Соответственно, мы можем прыгать влево, вправо, вниз опускаться. И Z, X и C. На C мы подбираем оружие. Можем ударить легкую атаку, можем, соответственно, тяжелую. Задача набить урон для нашего противника, чтобы его шкала была красненькая. Соответственно, чем больше мы ему наносим урон, тем она краснее. Чем она краснее, тем дальше он улетит. Всего у нас три жизни. У противника также. Задача их выкинуть. Мы набиваем. Берем оружие. Вот мы и прикоснулись к настоящему киберпанку и узнали, каково это быть киберспортсменом. С вами была спортивная рубрика «Импульс». До новых встреч!